МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вперёд! Молодец! Назад! Влево! Молодец! Каждый день терпеливо, радуясь каждому правильному движению, правильному ответу на вопрос работает наша сегодняшняя героиня с детьми особыми, сложными детьми, порой замкнутыми, стеснительными, но очень-очень добрыми, очень ранимыми. Именно таким детишкам отдаёт педагог Республиканского центра дополнительного образования все свои силы, знания, время. Развитию таких детишек посвящает создатель общественной организации «Доброе сердце Хакасии» всю свою жизнь. Потому что люди, которые идут в эту среду, они идут помогать детям, чтобы выровнять ребёнка и обеспечить ему максимально возможную полноценную жизнь. Вот это самое главное. Я вообще в своей струе, на своей волне, мне так нравится, получаю очень большое удовольствие. Счастье – это состояние души. Это запах пирожков, что испекла мама. Это солнечный луч, разбудивший утром. Это на перегонки с соседскими ребятишками добежать до финиша и упасть в траву без сил. Детство Елены Духминой было счастливым. Родилась в Твери, тогда город имел другое название – Калинин. А заканчивала школу и вуз в городе Запорожье, индустриальном центре юго-востока Украины. Я изначально экономист с красным дипломом, аспирант. У меня была очень успешная карьера. Я начинала с обычной маленькой конторы экономиста. И дошла я до генерального директора завода по строительной химии. Абсолютно счастливой была, когда вышла замуж, когда родился первенец Илья. Потом была Соня. Говорят, ребёнок с инвалидностью ничего не меняет, это враньё. Он меняет нашу жизнь, ну, по крайней мере, я про свою, да. Он поменял мою жизнь на 180 градусов. И где-то Соне был годик, мы сюда приехали в гости к маме. Соня лежачая была, она не ходила. И мама, когда увидела, она сразу просто стояла и плакала. И потом сказала, говорит, Лена, давай поднимать Соню. Давай останемся вот в Хакасии. И начался новый виток жизни. С поездками в клиники, операциями, сложными реабилитациями. За 8 лет Соня этот маленький, стойкий, оловянный солдатик перенесла 6 операций. Очень серьёзную, на сердце и на глазах сразу 5. Надо верить всегда, верить в своих детей обязательно. Потому что у меня было очень много знающих людей рядом, ну, в кавычках знающих, которые сказали, что Соня никогда не будет ходить, никогда не будет говорить, она никогда не будет думать. Это было, я даже до сих пор помню, это 27 июня 2010 года. 8,5 лет спустя, можно сказать, прогноз не сбылся. Но чего это стоило Елене? Сначала депрессия, отчаяние, безнадёжность. Ну, я всё равно человек активный по натуре. Поэтому в 2011 году я начала, ну, как бы друзей особо не было, переписываться на Мама Абакана, на сайте на нашем, как бы для мамочек, да. И там до сих пор веду социальный блог. То есть Доброе сердце Хакасии, оно у меня появилось после того, как мы начали помогать людям, обычным людям со всей республики. Результат – сотни добрых дел, в том числе помощь погорельцам в апреле 2015-го. Когда горела Хакасия, мы в ночь начали собирать. Первая у нас машина, я поехала, уехали в Дмитриевку. То есть это в день, когда вот тлело это всё. Когда МЧС там работало, люди просто в шоке находились. Потом уже, конечно, ездили и в Новокурск, в Новоенесейку, в Сабинку. Привезли воду, хлеб хотя бы, что мы взяли? Ещё одно не менее важное дело – сбор средств для детей с онкозаболеваниями. Создала Елена Духмина и Центр поддержки семей, воспитывающих детей и инвалидов. Я этим горжусь, честно, очень. Пять лет назад это здание выглядело совсем иначе. Когда-то здесь располагались вытрезвитель, полиция. Долгое время помещение пустовало. Сейчас его просто не узнать. Тепло, уютно. Ездить проводить школу для родителей и место для специальной библиотеки. В этом году Министерство соцзащиты Хакасии выиграло грант, по которому сюда поступило новое оборудование. Это у нас по ранней помощи. Ещё у нас будет принтер, отксерить можно интернет. То есть у многих семей нет до сих пор, допустим, даже возможности отсканировать или откопировать. А в прошлом году в Республиканском центре дополнительной подготовки открылся и кабинет развития. Я обученная, у меня очень много там, да и в силу того, что у меня Соня, я очень много, да, проходила всяких образовательных вещей. И вот здесь теперь провожу занятия. Вообще у меня программа, ту, которую вот я написала, азбука восприятий, она рассчитана на любого ребёнка, независимо от заболеваний. Ведь практически каждому такому ребёнку нужно развивать сенсомоторику. То есть научиться управлять движениями, мимикой, чтобы быть самостоятельным, независимым. К Елене Викторовне мы входим в течение этого месяца. Мы были у разных специалистов, и не каждый находит к ней подход. А она нашла подход сразу, и Света выполняет, и старается выполнять даже сложные задания. Знаете, особенность какая самая классная, которая мне нравится в дополнительном образовании, что тут не запрещают играть. Самое главное, мы развиваем ребёнка. Основная задача дополнительного образования, она выполнена. Выполнена и ещё одна задача, которую ставила перед собой эта неугомонная женщина. Уже 7 лет дети-инвалиды участвуют в летних инклюзивных профильных сменах. Посмотрите, слабослышащие дети поют. Это очень здорово, это очень круто. Дети, которые у нас плохо ходят, они начинают бегать. Глухие дети у нас начинают танцевать. Вот это жестовое пение. Это очень важно не только для детей-инвалидов, а важно ещё для здоровых детей. Мы же живём в толерантном обществе, и терпеть это не надо, как вот многие трактуют, что терпимости, да, чего-то. Надо понимать. Вот у нас вообще, как бы, кредо или девиз смены – это узнай, пойми, дружи. У нас дети, здоровые дети поют жестами. Это очень красиво. Яркими, радостными, запоминающимися стараются общественники доброго сердца Хакасии проводить благотворительные акции, выставки, праздники. Огромное спасибо людям всей Хакасии, благодаря которым мы собрали нужную сумму и нужные подарки детям, которые вот загадали желание, написав Деду Морозу письма. Сладкие подарки мы купили ещё и здоровым детям, братьям и сёстрам этих детишек. Потому что очень важно, чтобы в семье была гармония, потому что с инвалидностью ребёнок получает много подарков. А иногда дети, ну, братья и сёстры являются, ну, я, грубо говоря, называю тени больных детей. Особенные дети должны стать частью общества, убеждена Елена Духмина. Поэтому вместе с ребятишками здоровыми ходят они на спектакли, катаются на плюшках и вместе ездят на экскурсии. На этих выходных делегация Доброго сердца Хакасии побывала на выставке в Крыльевическом музее. Раз, два, мы все разные! С Еленой Викторовной я познакомилась лет семь назад, ну, на одном из мероприятий. Вот так как-то сдружились, и вот теперь мы вместе. Она заряжает людей, которые, может быть, не верят в себя, или что-то у них случилось, или что-то происходит не так. А пообщавшись с ней, происходит, вот я говорю, взрыв, салют, праздник. И люди понимают, что жизнь-то впереди есть, и она интересная. Помогая другим, помогаешь себе. Многие, чистенько не задумываясь, с высоких трибун повторяют эту фразу. Елена Духмена следует ей бескорыстно, считая. Именно желание помочь дают ей силы успешно решать собственные проблемы, не предаваясь унынию. Более того, дарить всем окружающим надежду. Волшебное утро ко мне постучалось, и я улыбнулась ему. А прошлая грузья спиною осталась, и ее в новый день не возьму. Надо быть счастливой, несмотря ни на какие обстоятельства. Потому что жизнь одна, и обстоятельства бывают каждый день и каждую минуту разные. Просто надо быть счастливым. А счастье только от тебя зависит. А счастье это и в аудиоуроках английского языка, которые все духмины слушают во время поездки в школу. И вот в таких картинах, что Лена создает ночами. Еще я люблю читать книги. У меня очень много нехудожественной литературы. А вообще, я не знаю, можно об этом говорить? Я вообще пишу книгу. Да? Да, но я боюсь сглазить. Вот честно. Книга называется, я придумала, ну это рабочее название. Книга называется «Счастье есть для родителей детей-инвалидов». Согласитесь, мотивационное название. Как и аккаунт «Мама-отвага», который Елена Духмина создала в Инстаграме. А теперь дочери помогают осваивать интернет. Если вы знаете таких людей, как наша героиня, звоните нам по телефону. Мы с удовольствием расскажем о тех, кто был прийти к судьбе, абсолютно убежден, что родился под счастливой звездой. Редактор субтитров А.Семкин